15 января 2021 года. Вы не смейтесь над тем, что я вам сейчас скажу. Дело в том, что я вскользь ознакомился с одним астрологическим прогнозом, политическим. Так вот, согласно этого гениального исследования, отношения между Украиной и Россией начнут меняться на рубеже 2023-2024 года. Причем Крым, Донбасс, эти все проблемы останутся, но отношения между странами начнут меняться. И тут интересно, ведь звезды звездами, ну что в 2024 году будет возможен уход Путина, теоретически, и будет смена власти в Украине, в том числе, потому что у нас тоже выборы. И да, Зеленскому нужно помнить о том, что его избрали не навсегда. И казалось бы, причем тут звезды? Я не знаю, как будет в будущем, но убежден, что отношения и нашу жизнь, отношения между Украиной и Россией, и, соответственно, наша украинская жизнь, она формируется здесь и сейчас, и только от нас зависит будущее. Но состоянием дел на сейчас, я вот, честно говоря, не вижу предпосылок для каких-то там изменений или улучшений. Потому что, ну, когда тут декларируют, что нас нет, а кто с этим не согласен, то, соответственно, его ждет подвал, ну, или какие-то другие варианты. Как с такими людьми договориться, по-моему, разве что может помочь это джавелины, ракеты Нептун, ну, и другие современные системы поражения. Так, сейчас здесь очень активно обсуждают, как же будут развиваться отношения России и Соединенных Штатов, и как Россия будет решать украинский вопрос. Об этом мы сегодня поговорим. Меня зовут Роман Соболюк, я корреспондент агентства Унион в Москве. Здесь мы, как всегда, называем вещи своими именами. И это видео, конечно, стоило бы, может быть, у кого-то есть знакомые в офисе президента Украины, сбросить именно туда, чтобы они не строили лишних иллюзий. Хотя, по-моему, уже даже команда Зеленского их не строит. Дело в том, что, ну, угрозы мы слышим не впервые со стороны Москвы, но теперь они адресные. Не волнуйся, не волнуйся. Ермак поедет осваивать Сибирь вслед за своим предком. Все будет хорошо. Украинцы это русские, просто немного заблудившиеся. Андрею Борисовичу нужно быть очень внимательным и осторожным, потому что, ну, поменять классный город, город счастья Киев на освоение Сибири, по-моему, это не самое лучшее развитие событий. Ну, понимаете, блин, ну как же это так? Чтобы представители Украины не говорили, им всегда указывают их путь. Ваше место в Сибири. Ее надо осваивать. Вот тут важно, потому что они хотят, чтобы украинцы осваивали Сибирь. Сибирь, а чем же вы, друзья, сами там занимаетесь? Это вообще-то похоже на какую-то бациллу. Это заразная бацилла, которая распространяется по всему миру. Блистательно, Олеся Александровна. Тоже это бацилла Андрей Ермак или... Заразная бацилла, Петр Олегович. Выслать Ермака из Украины хочет Петр Толстой. Это вице-спикер Государственной Думы Российской Федерации от партии Единая Россия. Это что у нас? Это Путин, это Медведев. Для ясности. Независимо от партийной принадлежности, эта администрация сделает все, что в ее силах, чтобы привлечь к ответственности лиц, ответственных за вмешательство в выборы в США. Это Андрей Борисович таким образом отреагировал на американские санкции против украинцев. В том числе из партии «Слуга народа», который является, по мнению Вашингтона, агентами российского влияния и хочет с ними разобраться, хочет их наказать. А Ермаку указывают его место, место его в Сибири. Вы знаете, мы с Олесей не скачем, мы москаль. Да, эти не скачут, но лучше бы скакали, потому что когда ты занимаешься активной физической деятельностью, упражнениями, то, соответственно, циркулирует кровь в организме и приносит кислород в мозг. Потому что здесь складывается впечатление, что, ну, как бы, да, не скачут, но и голова плохо работает. А касаемо нашего украинского вопроса, я понимаю весь пафос, но а что украинцам делать, давайте так, после Крыма, после Донбасса? Да, в контексте размышлений на тему будущее отношений России и США при президенте Байдене, они решают украинский вопрос. Андрей Борисович, вас ждут в Сибири, поэтому, чтобы этого не произошло, нужно заниматься структурными реформами. Нужно искать крепкие военно-политические союзы, в том числе с Соединенными Штатами. Потому что дживелины очень часто могут быть единственным и главным аргументом, чтобы Андрею Борисовичу не менять прописку. И я, как вы знаете, не являюсь сторонником партии «Слуг народа», но дело в том, что я считаю, что эти, те, которые не скачут, они не вправе указывать гражданам Украины, независимо от их должности, где им жить. Тем более, слушайте, что-то такое. Хотят депортировать украинцев из Украины. Казалось бы, это фигура речи. Но понимаете, в чем дело? Вся история показывает, что так вот оно частенько происходит. Посмотрите на оккупированные территории. Что на Донбассе сейчас? Правильно, людям предлагается покинуть родные города и отправиться решать демографические проблемы Российской Федерации, в том числе в Сибири. А там русскоязычные, которых Путин защитил. А они, как вы понимаете, как уже покоренная часть Украины, в расчет не берется. Ну, если с русскими, которые якобы больше сами русские поступают таким образом, то что будет с русскоязычными украинцами, хотя язык здесь не важен, это не принципиальный вопрос, которые за Украину? Какие варианты мы им оставили? Я просто напомню, что в 90-е годы мы... Вариант только один. Извините. Андрей Александрович, извините. Киев снова станет столицей русских городов. Удивительно, неужели они хотят перенести столицу Российской Федерации из города Москва в город Киев? Я не знаю, по-моему, это какие-то фантомные боли. Но самое главное, понимаете, в чем дело? Они же тогда захотят заменить наш прекрасный желто-голубой флаг на свой триколор. Я ничего не имею против триколора, если он не на российских танках, которые бороздят просторы Украины. Что вы с ним делать будете? Скажите! Мы его устроим, как Москву! Украина скажет! Там будет новая, красивая улица! То есть план есть. Они собираются, так сказать, заняться модернизацией украинских городов. Да, пример Донбасса, пример Донецка и Луганска, мне кажется, очень и очень показательный. Но в данном моменте мы-то на этом потрясающем YouTube-канале с потрясающим названием Роман Цыблюк за этим персонажем, Петром Толстым, следим давно. И он совсем недавно, вот тут будет ссылочка, признался, что треть россиян живет без канализации. То есть ходят какать и писать на улицу. И вот они хотят эти свои такие новейшие технологии привнести в Украину. Я говорил и повторюсь, что, по-моему, они действительно так ломятся в нашу страну, потому что им негде исправить нужду. Все-таки, если человек в 21 веке живет без канализации, вряд ли он будет добрым, он будет злым, и ему хочется каким-то образом повоевать. А пропаганда, соответственно, это все направляет. Вот к тому видео вы писали, Рома, зачем ты на этом акцентируешь внимание? У нас тоже есть эти выгребные ямы. Действительно есть. Я никогда не делаю, не идеализирую Украину. Однако, понимаете, в чем дело? Мы-то эти экспортные, мы эти выгребные ямы не экспортируем. Меня одевай, обувай из своих денег. Иван Иванович, зарплата 15 тысяч рублей. Вас назначим главой администрации чердители. Размышления на тему, как они нас будут обувать, одевать, кормить. Время от времени тут говорят, что российских беспилотников будут сбрасывать вакцину над украинскими городами. Ну, наверное, как над Донецком, а как над Луганском в свое время. А сейчас эти вакцины они бросают время от времени над украинскими позициями. Потому что беспилотники ударные. И да, они колят, но осколками. И очень часто с летальным исходом. Но в части вакцин, знаете что? Оказывается, казалось бы, такая передовая страна. Вот у них есть спутник 5. Но другие вакцины запрещены для ввоза в Российскую Федерацию. В том числе Pfizer и другие. Потому что они не зарегистрированы. А нас они хотят колоть. Несмотря на то, что этой регистрации нет. Хотя в данном случае, если мы говорим про беспилотники. Беспилотники, то они когда что-то сбрасывают, они не требуют разрешения. Не спрашивают, а просто наносят свои удары. В данном конкретном примере это удары информационные. И понимаете, как решают они украинский вопрос. И заодно кадровый. Как расставить своих людей на покоренной территории Украины. Сначала надо эту губу закатать. Потому что перед тем, как кого-то куда-то назначать в свободную Украину, нужно ее захватить. Вы будете Чернигов налаживать. Ясно? Почему Чернигов? Да просто так. Я настаиваю на Бердичеве. Андрей. Гвалт, крики, вопли. Мы делили Украину. Вот уроды. Вы и ваши единомышленники нашу страну под откос пустили. Вы 30 лет не можете экономику наладить. Так, ну это российско-национальная забава. Чеморить либералов. Просто прикольно, да? Они 30 лет, эти либералы недобитые, не могут наладить экономику. Единственная проблема в том, что последних-то лет у власти Владимир Путин, а либералы давно под лавкой. И вот такие вот товарищи, как Петр Толстой. Они рулят на Российской Федерации, а либералов ругают. Хотел другое слово сказать, но мы здесь матом не ругаемся. И мы помним, что там, где начинают решать украинский вопрос, заканчивается российский либерализм. Слушай, отлично. Просто, друзья, сейчас это надо, конечно, это надо записывать на видеокассеты. Согласен. Этим мы и занимаемся. Мы фиксируем проявление российского великодержавного шовинизма по отношению к соседнему государству. И записываем, помним, чистим автомат, пулемет, ну и далее по списку. Вы понимаете, если тут такая экспрессия, если тут такая откровенность. Вы согласитесь, что если Андрея Борисовича Ермака отправляют россияне. Это же не рядовой товарищ, товарищ Толстой. Нет, нет, он элита российского государства. Если его отправляют осваивать Сибирь, Зеленского, очевидно, тоже куда-то вышлят. Но это же будет касаться не только их двоих. Это будет касаться всех. Не верите? Смотрите Донецк и Луганск. Миллионы людей были вынуждены покинуть свои города. Зато теперь там русский мир. Украину оттуда зачистили. Я про себя думаю, про нас, про Россию. Что нам от этой администрации в этом смысле ждать? Разжигание, стравливание. Стравливание Украины с Россией. Потому что, как вы знаете, в том, что Россия напала на Украину, виноваты эти пиндосы, американцы и другие нехорошие люди. Решают они американский вопрос. Решают они украинский вопрос. И какой вывод напрашивается? К чему в конечном итоге приходят все дискуссии? Они на самом-то деле однотипны. Я это фиксирую для чего? Для истории. Чтобы, ну, мы жили по принципу, предупрежден, значит вооружен. Поэтому ожидать нам о том, что это мирные голубки, с которыми можно о чем-то договориться, я не думаю. Мирные голубки – это демократы, которые развязали 80% войн. Потому что республиканцы, по мнению этих товарищей, они больше эти голуби мира. И договариваться, естественно, они хотят с ними, в том числе и по нам. То есть, чтобы им вернули Украину. А главный аргумент какой? Как всегда. Именно. Единственный вот из этой всей когорты, который знает, что такое ядерный бункер – это Байден. Он вообще просто-просто представляет, что такое ядерный бункер. И понимает, чем вот это вот все развязывание может закончить. То есть, опять мы сделаем из вас ядерный пепел. А россияне все вместе отправятся в рай. Именно об этом их когда-то предупреждал и готовил Владимир Путин. В принципе, я не против. Главное, чтобы они никого не потянули с собой. Но это же Россия. И поэтому им на тот свет самим отправляться не хочется. Будем исходить, что ядерная бомба есть не только у этих любителей лаптей и российского величия и любителей какать на улице. И каким-то образом все это устаканится. Но все-таки, знаете, я не хочу, чтобы Андрея Борисовича, Ермака, главу нашего офиса президента, отправили в Сибирь. Потому что он гражданин Украины. И, по-моему, это ключевой и единственный момент. Так что, если вы тоже против того, чтобы нас, украинцев, отправляли в Сибирь, подписывайтесь на мой чудо-ютюб-канал. Читайте Агентство Униан, лайки, репосты. Это, как всегда, приветствуется. Отдельный респект моим патронам и патронессам, которые фанатеют от моего журналистского таланта и моей скромности. Чао. Может быть, конец Америки. Вот только по этой причине. Понятно. Ну, это хорошо.